привет друзья каждому по приветику из петербурга спасибо вам за комментарии спасибо вам за лайки за просмотры мне очень приятно я вижу все это если вы впервые на моем канале подпишитесь мы говорим о петербурге о переезде в петербург о жизни в петербурге о работе о недвижимости об аренде много много обсуждаем разных тем итак сегодня я хочу вам рассказать о работе продолжить разговор о работе вот в комментариях когда я в своих видео рассказываю работе многие пишут что не может быть не может быть что есть такая зарплата да друзья мои хорошая зарплата тоже не на каждом шагу в петербурге но я еще раз убедилась что она существует дорогие мои вот смотрите мы уже с вами и обид открывали и я вам рассказывала опыт своих друзей коллег и свой опыт и еще раз вернулась к этому же смотрите в объявлениях очень много работы за 25 за 28 30 тысяч много 25 это просто вот каждая работа в минимум 25 это минимум дорогие мои которые вы можете увидеть в петербурге дальше идет 30 35 кстати вот недавно я ходила в магазин смотрю просто зашла смотрю объявление прямо на магазине висит требуется продавец не в торговом центре но магазин довольно таки большой зашла я в него там промышленные товары значит через несколько дней я увидела объявление все через авида мы с вами вместе смотрели вместе листали значит я пошла а нет это объявление я по-моему видела на работа ру или хахару вот это хахару и называю этот сайт значит тоже продавец 35 тысяч пишут вы обращайте внимание на то что обещает работодатель если он обещает 25 но где-то 23 25 ориентируйтесь на минимум если он обещает 30 ну значит 30 33 если он обещает 35 ну значит в общем-то 35 вполне реально а может и больше итак я тоже посмотрела значит один магазин 30 от 30 обещала не пишут многие год другой магазин обещал от 35 и что получается что я пошла думаю ладно пойдут тот который обещает больше на собеседование пошла опять я вам говорю идите в большой торговый центр вы живете метро большевиков или вы живете дыбенко или вы живете где вы живете на парнасе или вы живете в общем возле своего метро комендантский проспект везде есть большие торговые центры большой торговый центр найдите если вы продавец и зайдите посмотрите требуется ли туда продавцы на некоторых торговых центрах отделах торговом центре есть объявление требуется продавец запишите телефон там как правило телефон и позвоните договоритесь в собеседовании или вы найдете объявление такое на сайтах объявлений тоже смотрите чтобы магазин располагаться большом торговом центре и зарплата от 35 ты девочкам рассказываю сейчас и так в общем я пошла на собеседование большой торговый центр красивый большой торговый центр поговорила с администратором она сначала на вам не все узнала конечно я рассказал опыт своей работы у меня есть отдельное видео собеседование как проходит петербурге тоже обратите внимание на это потому что вам могут сказать спасибо мы вам перезвоним да и не перезвонят вам а могут сказать хорошо давайте попробуем выходите на стажировку или там ну что-нибудь такое это уже более реальные моменты и так значит я поговорила с администратором мы с ты вышли из магазина прямо стояли напротив этого магазина и разговаривали я наблюдала как работают девочки то есть это средний магазинчик не огромный такой то есть это большой торговый центр но средний отдел ну не знаю сколько подарок 50 может быть там дорогая одежда девочки обращать внимание чтобы одежда была дорогой потому что на дешевые одежды такие как вот же там мы знаем до 200 300 рублей вот эти вся одежда вы много не заработаете там максимум 25 ну 28 до 30 если одежда дорогая есть возможность заработать больше потому что вы продаете дорогие вещи это петербург у людей деньги есть сейчас многие напишут сейчас не у кого денег нет друзьям я сама удивляюсь что все-таки это мегаполис мегаполис и есть деньги у людей если не хотят красиво одеваться они идут дорогие магазины следовательно там где дорогая одежда у продавца зарплата больше и значит в этом магазине мне администратор объяснил что девочки получают 25 это оклад плюс ну там процентные ставки разные там она мне объясняла честно говоря не запомнила но смысл в чем том что вот она мне говорит вот смотрите я закрываю месяц и у меня у одной девочки получилось 58 тысяч вот не скажете что нет таких зарплат в петербурге и что где же продавцы зарабатывают такие зарплаты но я вот стояла с администратором реально она меня вот видите вот эта девочка в смену она у нас работает уже три года этот месяц у нее 58 тысяч там прошло месяц 53 тысячи рядом девочка которая на втором месте у нее там 48 тысяч кто похуже ну минимум говорит у нас 35 получается минимум но такие продавцы не выгодны магазину потому что у магазина есть план потому что магазин должен зарабатывать много естественно если продавец тянется внизу где-нибудь то естественно его попросят уйти на эту работу я не согласилась почему я вам скажу почему потому что там личные продажи я пока не готова работать на личных продажах ну потому что я честно говоря вот я работал мы работали в команде вот когда даже на хорошую зарплату получали мы работали в команде мы помогали друг другу на 3-4 человек до 3-4 а то и 5 по моему человек даже мы выходили да мы все друг другу помогали быстро одно целое все радуются там продажи идут допустим в течение дня следишь что как мы идем вперед ура ура в конце все довольны смена а тут ну она говорит ну девочки распределили вот первый покупатель зашел она с ним работает второй покупатель зашел следующий работает то есть друг другу не подходит не перебивает покупку и ну не мешает типа друг другу работать но я не знаю я пока наверное не готова к личным продажам атмосфера вот это ты работаешь ну так тебе никто не подходит если ты ничего не продал как-то чувствуется какое-то ощущение такое как будто а вдруг другой бы продавец продал например и все-таки была бы выручка в магазине повыше там же планы еще существует который можно должен выполнить магазин в этот день вот там где личная продажа существует план для магазина на день и план для каждого продавца вот каждый продавец должен столько-то такую-то выручку сделать личную ну и соответственно потом начинаются проценты и все это высчитывается и каждый продавец получает разную зарплату но вот это там где личные продажи вы знаете в петербурге к сожалению моему мне кажется это неправильно но оно есть очень часто личные продажи там где не команда а личные или ты допустим в магазинчике работаешь один то есть ты сегодня один завтра другая смена ну тут и так понятно личная продажа что ты заработала свою смену выход плюс процент и получил это в общем-то нормально я считаю это нормально или там вы вдвоем работаете и общие у вас выручка с магазина и каждый получил свое поэтому друзья я к чему веду что петербург город большой и вы можете наткнуться на любую зарплату на малюсенькую и все вам вокруг самое интересное даже местные будут говорить да это нормальная зарплата ты чего 25 да Лена это же классно да это нормально где ты такой зарплаты это сами местные которые здесь всю жизнь живут и работают в торговле и уже взрослые женщины которые прошли как бы разные штаж работы велик и разные у них место работы было и они мне говорят что 25 это нормально 25 это девочки мало для петербурга 30 35 35 это нормально можно и больше вот что я хочу сказать ищите такую работу я вам желаю такой работы именно больше 35 и выше для девочек а выше там безгранично я вам говорю может вы от бога продавец и у вас будет и 40 и 45 и 50 и 55 я говорю вот эта девочка она я и поверила потому что я сама видела такие зарплаты я знаю что люди могут зарабатывать такие деньги в петербурге девочки ну это продавец но существует же много других профессий к сожалению вот я знаю что одна девочка у меня работает ну ей деньги так особо не нужны потому что у нее муж много зарабатывает она работает смотрителем музея они мало получают вроде бы в петербурге очень много музеев выставок там галереи туда тоже требуются люди но как-то я не встречала больших зарплат там в районе вообще 18 они там что-то получают там не знаю 20 может быть 15 там дежурные разные мало получают тоже но это такие работы которые ну вы же видите что какая зарплата написана конечно мне кажется на такие зарплаты лучше не идти там ну или если вам просто некуда время идите если вы хотите где-то провести время посидите заработать там лишнюю копейку то можно вот такие друзья еще новости у меня по работе желаю вам хорошей работы хороших зарплат отличных новогоднего настроения подпишись поставь лайкосик каждому по приветику пишите ваши вопросики пишите ваши комменты все мои дорогие пока пока до новых встреч пока